Здравствуйте! Сейчас нам с вами предстоит посмотреть весьма любопытный, интригующий матч, который я, например, никогда не видела, но знала о том, что он состоялся очень давно, уже теперь почти 12 лет назад. А вот моя коллега по репортажу, Ольга Морозова, присутствовала тогда на этом матче в качестве зрителя на трибуне. Это встреча маленькой Мартины Хингис, ей было тогда 14 лет, и её соперницы Ани Курниковой, которая чуть помоложе Мартины, но по году рождения они как бы имеют разницу в год. 80-го года рождения Мартина, 81-го Аня, но Ане к этому моменту, когда они встретились в Уимблдоне, в юношеском турнире, едва-едва исполнилось 14. В этом возрасте полгода это большая разница, да? Конечно, дело в том, что возрастной фактор очень велик, потому что игроки выходят на теннисный корт, и очень важны в этот момент физические данные. И как раз, когда происходит у девочек становление, вот сейчас мы видим на экране Ани Курниковой, и видим, это совершенно просто маленький ребёнок, который наслаждается как бы игрой, но у неё нет ещё и тех мышц, которые потом мы уже увидим и узнаем, у неё нет ещё как бы такого сформировавшегося тела. И поэтому, конечно, нам всем было очень и очень интересно смотреть, и многие специалисты теннисной пришли на этот матч, потому что действительно все предполагали, что эти две спортсменки – будущее современного тенниса. Ну, к тому моменту, когда эти девочки вышли на корт, а это был не финал юношеского турнира, да? Это был полуфинал. Это был полуфинал. Они уже были очень хорошо известны теннисному миру. Они шумели задолго до этого. А Хингис говорили постоянно с пришёптыванием, что, мол, дескать, вы знаете, есть такая девочка, сейчас она выступает за Швейцарией, которая, ну, просто чудо ребёнок, она всё чувствует, всё понимает, всё абсолютно предвидит. Словом, это, ну, безусловная, безусловная чемпионка в ближайшем будущем. И о Курниковой примерно так же говорили, тем более, что, поступив в Академию Ника Балетьери, она сразу получила так называемую рекламную поддержку. А приехала она к Нику Балетьери, когда ей было 12. И, конечно, встреча их вот на Унблдонском турнире, в юниорском соревновании, сразу же вызвала всеобщий резонанс. Вот, посмотрите, вокруг есть зрители, потому что сюда пришли все те, кто понимают хорошо, что такое теннис, и понимают, что они ждут от этой игры. Совсем маленькие девочки, но Мартина всё-таки выглядит постарше. Да, действительно, но ещё очень хочется сразу же отметить, действительно, как ты уже сказала, что и та, и другая, пришли в Академию Ника Балетьери, выигрывать, но и та, и другая шли разными путями. Потому что Мартина Хингис мне уж удалось, мне, как сказать, повезло, в связи с тем, что я работала тренером в тот период времени, и мне повезло, бывает, на детских соревнованиях, на которых, естественно, участвовала и та, и другая. Мартина Хингис практически завоевывала все титулы, которые можно. Она выиграла Тарп, она причем в очень раннем возрасте, а Тарп — это один из самых серьёзных детских турниров. Она выигрывала и побеждала вот умом и теннисом. И была Аня, которую мы все обожали и знали, как мы говорим, с пиленок, которая, естественно, была уже раскручена, больше, намного больше, чем Хингис. Её портреты были во всех журналах, она, естественно, была на телевидении. Ник Балетери обожает рекламные кампании. И, конечно же, она сама в себя верила. Это было так, а не верила в то, что она звезда. И вот в этом матче они себя проверяли, потому что это же Умблдон. Да, это детские соревнования, да, действительно, но это трава Умблдона. Это был первый критерий, который должен был определить их отношения в будущем. Да, и вот с этой позиции, безусловно, Ане было сложнее, потому что она всё-таки годом помоложе. Она совсем ещё ребёнок. Ей, ну, вот 13-14, вы видите, что это просто маленькая девочка. Мартина чуть выглядит постарше. Мартина через год уже перейдёт в профессионалы. А через два года Мартина уже выиграет первый турнир Большого Шлема. Да, действительно. Это ведь совсем недолгий путь. Для Ани этот путь окажется чуть ли дальше. Хотя в полуфе на Умблдона она тоже будет в 16, через два с половиной года. Ну, в общем, всё равно для них принципиальная встреча, 1-0 впереди Хингис. И мы не будем сейчас никому ничего навязывать, мы просто посмотрим, что же их тогда отличало как теннисистов. Безусловно, они немножечко не успевают, мы видим. Поувереннее чувствует себя Мартина, но она и поувереннее, потому что она практически всё выбрала. Она не сомневается в своих победах, в своём превосходстве. Но в то же время есть вот этот гонок у Курниковой, который заставляет её всё-таки делать, что она тоже может. Да, конечно же. Но вот сейчас очень чётко видно, что Мартина действительно уверена. Она очень хорошо чувствует матч. Но я знаю, я очень прекрасно помню момент подготовки Мартины к этому матчу, потому что она с мамой волновалась. Ей хотелось доказать Ане Курниковой, что вот та реклама, которая дана этой русской девчонке симпатичной, с курносом носом, что она напрасно. Что она действительно королева сегодняшнего детского тенниса, юношеского, и что она покажет Курниковой, кто она на самом деле. Поэтому здесь принципиальная, конечно, матч. Они, кстати, прошли по жизни вот именно так. Потому что Курникова получала постоянно рекламу гораздо большую, чем Мартина Хинвис. А Хинвис выигрывала всё. И, наверное, вот это ощущение, что её недооценили, наверное, присутствовали и сопутствовал всей её жизни. Прекрасно. Сейчас посмотрите, как Аня попала. Попала вот этот её коронный удар слева. Так резко, на траве это сразу же даёт дополнительное ускорение, мяч приобретает. И Мартина вот уже сейчас показала, что на быстром мяче реагирует она всё-таки не будет. Да, мы сказали о том, что действительно Мартина Хинвис всех поражала предвидением, изумительным видением игры. А чем же хороша Аня была, чем она нравилась? Но она была эмоциональна и очень быстро. Вот как ты сказал, не только классно двигалась и быстро двигалась по корту, но действительно невероятно быстро разгонял ракетку. И когда у неё получалось, то мячи были невероятно быстрыми. То есть ровно счёт 1-0. Напомню, Хингис выиграла первый гейм, и Аня могла бы сравнять счёт. Но сейчас допустила довольно грубую ошибку справа. Удар справа и тогда у неё был всё-таки хуже. Вот сейчас, кстати, опять же, видно тенденции, вот когда мы смотрим на молодых игроков, мы всегда видим ту тенденцию, как будет развиваться в будущем. И здесь видно, что, конечно, только комбинационный теннис у Мартины Хингис, который, естественно, принесёт ей огромные результаты, и быстрый скоростной у Ани. И вот сейчас уже видно, что действительно техника удара, допустим, справа, которая не была настолько хороша, послание слева, допустим, да, которая не давала ей играть вот в этот суперскоростной теннис, если же на Сантоса Камуражат. 2-0. Хингис всё-таки... Вот это её особенность. Она может проигрывать внутри гейма, она, может быть, даже отдаёт пару мячей сопернице. Всё равно к концу она собирает всё, что можно собрать, и уже тогда, в своём 14-летнем состоянии, она уже это умело и чувствует. Она ведёт 2-0, несмотря на то, что геймболы были у Ани, но всё-таки Мартина показала, что она надёжнее и сильнее. 2-0 и 15-0. Это их первая встреча. Да? Да. Ну, надо сказать, что вот именно они, может быть, и встречались на более каких-то мелких турнирах, ну, вот действительно, на турнире такого большого морала... Каждый новом. Ну, если правильно, мне кажется, действительно, ты права, это первая мать вообще была в их жизни. Мне почему-то казалось, что это именно так. Потому что потом было ещё несколько встреч, а это то, что называется, первая проба пера. Именно поэтому когда-то, очень давно, ну, я знаю уже сейчас, что это было в 94-м году, я всё-таки решила заказать вот этот репортаж, который был записан в BBC, и положить его в наш архив, в надежде, что вдруг когда-нибудь мы к нему вернёмся. И вот сегодня представился такой случай, и мне кажется, что это очень любопытно и актуально, потому что, ну да, Курникова уже закончила. Да, мы видели уже её лучшие матчи в Венбургоне. Но Мартина Хингис вернулась снова. Мартина Хингис снова на слуху. И они ещё будут говорить и не раз в этом сезоне. И именно с позиции, что же в ней было в этой маленькой девочке такого необыкновенного, особенного, можно и посмотреть эту игру тоже. Ты знаешь, действительно хочется вспомнить о Мартине и то, что она, конечно же, уже поражала тренера. О, Тене, Тене. С первого момента. Потому что я её увидела, когда ей было 11 лет. И вот моё первое ощущение, я смотрела этот матч, который она играла в Тарбе, как я уже была во Франции, это очень важное соревнование для девочек до 14 лет. Ей было 11 лет, она играла в тапчиках, кроссовках. У неё даже не было теннисных тапочек. Она была настолько специфичной, ей просто нравились вот эти розовенькие тапочки, красивенькие, детские. И когда я села, естественно, мы всегда наблюдаем на теннис, я люблю и вся сочи наблюдают. Теннис. Той позиции, которую мы сейчас вместе с вами видели. И как тренер, и как игрок, естественно, я пыталась найти в её тактических действиях. Не могла найти. Она единственная, она просто уже вот тот период времени, в 11 лет она просто играла как шахматист. Маленький, уютный такой шахматист, который прекрасно как бы прекращал атаки, сильных соперников. Она прекрасно находила место, она замечательно давала какие-то разные незаметные подкрутки, потому что у неё нет каких-то сверхъестественных вращений. И правильно как бы укорачила. Всё делала, и делала это как бы с таким удовольствием, но ещё ко всему, что невероятным знанием и уверенностью. Да, вот мы всегда говорим, что у Мартины заложен где-то там внутри правильный компьютер, который даёт сразу же правильные решения, мгновенные правильные решения её мышцам. И вот в этом даже маленьком, таком юном возрасте мы обращаем внимание, что именно это и было в первую очередь характерно для Хингис. Пока сейчас ещё Курникова проигрывает 3-0, и она вообще себя никак ещё не показала. Она пока растеряна. Она пока ещё подавлена авторитетом Мартины на год старше Хингис. И уже к этому времени она выиграла на французском чемпионате. Она же победила уже на кортах Ролан Горос. Кстати, там тоже был очень интересный момент. Я очень хорошо помню первый этшак Мартины Хингис в блестящее сыграл Ани. Как она вышла на корты, какое количество прессы, какое количество тренеров в плече смотрит матч. И вот там Мартина волновалась. Впервые я видела эту маленькую девочку, которая... Да, да. Я тоже хорошо помню. И она проиграла же первую партию, первую партию, но потом в борьбе выиграла. И уже после этого матча, как бы преодолев свои вот эти вот нервные такие импульсы, она потом как бы себя чувствовала, ну, изумительно на кортах. Действительно. Мы до сих пор удивляемся, как Мартине не удалось всё-таки выиграть турнир большого шлема и ноги надемленных кортов. Потому что она там уже с детства была королевой. Вот сейчас, наконец, Курникова начинает приходить в себя. Она всегда привыкла, что она ведёт игру. Она всё-таки, несмотря на свой юный возраст, она хозяйка положения. А здесь она была немножко подавлена авторитетом Хингис и как-то шла за её идеями. И вот посмотрите, что делает Анна. У неё есть и быстрота, с одной стороны, и с другой стороны, конечно, тоже тенденция к комбинационному. Вот Анна, и потом у неё прекрасное чувство мяча. Мы, конечно, говорим о том, что больше достижений, теперь уже мы знаем, что больше достижений, естественно, у Хингис, особенно в одиночном разряде, ну, собственно, и в парнях тоже. Но в то же время, и мы совершенно точно знаем, что Анна полностью не раскрылась, потому что вот этот полуфинал привезти ещё, да. Чувствую леча. Ход и литературе. Она, конечно же, не добрала вот той вершин, она не дошла вот на ту вершину, на которую, в общем-то, мы чувствовали, что она могла зайти, да. 40-30. Вот сейчас... Теннис, но я имею в виду. Безусловно, 40-30. Сейчас Анна должна быть, должна была бы выиграться, но не смогла, опять заволновалась. Поторопилась и подвёл удар справа. Ну, в общем, технически, я скажу, немножко неправильно сыграла. Как раз именно вот эта техническая такая погрешность и заставляет её ошибаться. Вот именно она много ошибок делает. Из этой позиции. Кстати, вот тут сейчас вновь видно совершенно невероятную позицию. Мартина Хингис, которая играет намного медленнее, она вошла в корт. А Аня уже играет на несколько метров... Иван Иванович Курникова. Вот, а больше у Курникова. А Хингис не случайно спорит, потому что мяч-то попал в кост. Да. Во всяком случае, она уверена в том, что она чувствует мяч и что она... Она знает, куда она направила. Да. Ну, они всё-таки больше детства в игре. Вот именно в этом матче. Мартина более солидно выглядит. Ну, если можно, конечно, сказать это. Просто как ещё ребёночек. Её даже пока ещё нельзя назвать теннисисткой. Такой вот по-настоящему. В другой стороне, конечно, вот это чувство мяча и умение так же, как и Хингис использовать силу соперника. В общем, это будет просыграть. Да, мгновенно перенаправить мяч в другую сторону. Но потом потеряла это чувство. Видимо, пришло чувство страха, да? Дело в том, что у неё были такие вот... Я считаю, что каждая реклама, я... реклама, которую она давала, сама была совершенно невероятной и большой. И, пожалуй, она, в общем-то, как бы открыла новую страницу в женском теннисе именно потому, что она с помощью контрактов, ну, с помощью своей внешности завоевала больше... Как бы сказать... Её узнали намного больше именно с этой стороны, неждественнисной. И, конечно, нужно было к этой рекламе подтверждение подтверждение теннисной игрой. А этого не совсем получилось, потому что её сверхуспех в мире, ну, в мире рекламном, не подтвердился. Она это чувствовала прекрасно. И, конечно, именно это и ей мешало выбирать результаты тех, на которые она была достойна. Ну, вот сейчас вот она ещё пока не знает о том, что она будет мисс реклама. И всё ещё впереди у неё. Сейчас она маленькая девочка, которая хочет показать, что она тоже умеет играть в теннис. Она выиграла первый гейм в этом сете у Хингис. И небольшое преимущество у Хингис есть, но она хочет большего. И вот, посмотрите, она достаточно тоже острая и опасная играет. По 30 равная игра. У нас разные точки зрения на тот счёт, что почему она себя не раскрыла. Да, в общем, наверное, никто не даст ответ. Я разговаривала на эту тему с человеком, который больше, может быть, чем кто бы то ни был, переживает по этому поводу с Ларисой Дмитрией Преобраганской. Но она никогда не расскажет даже мне, в общем, которая, она достаточно близка, что она на самом деле думает по этому поводу. Но мне кажется, что... Похи и сега не. Блестяще сыграла, красиво сыграла. ...не раскрылась до конца. Не только потому, что рекламные деньги, которые, так сказать, затмели всё, и весь интерес к теннису, а просто потому, что она оказалась на том этапе в каком-то тренерском вакууме. Не было рядом людей, которые на самом деле знали, как её вести и как её провести через это. А нужны были одни руки. Это раз. А во-вторых, я скажу, что, конечно, ей было очень сложно, потому что мы очень часто говорили, что очень здорово сейчас играет, да. Красиво очень. Подошла. И действительно, вот эти тонкие удары, я очень хорошо помню, как она из Дмитна, очень часто отрабатывала-то с Аней. Потом это как-то стало всё меньше и меньше показываться её в игре. Но дело в том, что это всё было. Действительно, у Ани было какое-то раздвоение личности. Она была и американкой на какой-то... Ну, я имею в виду потерь в теннисе. Я имею в виду вот именно потерь в теннисной игре. И русской теннисисткой. И поэтому, естественно, что она иногда путалась, а потому что... А в теннисе нужно, чтобы постоянно, как бы, на основы тенниса к ним прикладывалось всё больше и больше информации, которые давали тебе совершенствоваться. Вот эти, как долго разыгрывают мяч. А это же трава. Вот это Хингис теперь уже не позволяет себе. А тогда ещё была такой маленькой, что мы видим, что она тоже... Потому что она завязала уже игру Корникова, уже пошла более-менее неравная игра. И даже мне кажется, что немножечко ведёт игру с часами. Она играет поострее. И сразу занервничала Мартина. Маленькие всё уже, где-то так. Замятые по-проценте. Но в то же время это, как бы, раскрывает их потенциал. Кстати, конечно же, вот, наблюдая за этим матчем, опять же, вспоминая ощущения, которые были, когда я, допустим, сидела на корте, и вот те разговоры, которые шли до этого матча и после, конечно, было очень интересно увидеть, действительно ли, как бы, состоятся эти два игрока. Будут ли они действительно большими чемпионами? Но теперь-то мы можем сказать, что да. Никто не ошибся. Ну, и да, и нет. Мы на эту тему с тобой ещё поговорим. Только начало первого сета. А Курникова выиграла ещё один гейм. Здесь ещё они играют в турнире юниорок, и здесь ещё нету ни графики, которая бы, как на настоящем Монбулдоне сообщала, счёты, так сказать, давала, вводила нас в курс того, что происходит на корте. Поэтому мы, может быть, чаще будем говорить о счёте и обращать ваше внимание на это. Но в то же время здесь мы видим, например, Аню, которая уже, несмотря на то, что она совсем малышка, уже знает, как себя вести, когда она меняется стороной площадки. И у неё уже всё в порядке. У неё уже, посмотрите, её фирменный хвостик уже достиг совершенства, косичка хвостик. У неё серёжки в ушах уже есть. Она уже знает, как себя повести. Она уже владеет своим телом. Она уже готовая, в общем, рекламная модель. Ну, ты знаешь, вот я опять же вспоминаю, потому что как раз вот именно этот период времени я очень много путешествовала и смотрела детских и юношеских турниров. И, конечно, очень хорошо помню, что именно в этот период времени было очень много хороших игроков. И то, что вот она вошла в полуфинал, это говорит о том, что действительно у неё были феноменальные данные и есть феноменальные данные. Потому что в этот же период времени формировалась и Моризмо, это примерно игроки чуть старше, и Дэши, и ещё масса, ещё много-много-много игроков, которые, в общем-то, потом состоялись. Ну, на разных уровнях, но состоялись. И, конечно, это уже достижение большое, то, что она играет в такой турнир и уже дошла до полуфинала. Поэтому, конечно же, данные у Ани были феноменальные. Ну, и ещё и ко всему же привлекательность её была тоже совершенно очевидной, потому что мы не раз говорили в наших репортажах, ещё раз повторимся, что такое количество корреспондентов и фотографов, которые собирались вокруг корта, где играла Анна Курникова, мне кажется, ни один теннисист не собирал. Чуть-чуть забегала Хингис, она не любит, когда её гоняют, она не любит, когда ей нужно двигаться, и вот получились первые ошибки. Уже даже не первые, а уже вторые. По-моему, 40-15. 40-15 на подачу Ани. Мы помним, что она сразу же растерялась и проиграла первые несколько геймов. 3-0 ввела Хингис, а потом она начала догонять. Вот тут Аня походила привык какую-то тактическую маленькую зарисовочку, но, короче, не получился, и Хингис его ведёт за полчаса, как мы говорим. 40-30. 40-30. Аня, может быть, растерялась, что так легко к ней идёт в руки этот гейм. Хорошо сейчас использовал уходящий кросс. Прекрасно разводит. Попала. А это характер, да? А это характер. По три. Вот она проигрывала 3-0, а счёт стал по три. То есть абсолютно равная пока игра. Потом мы помним, что Хингис ушла как-то вверх, она сразу же совершенно феноменальный рывок совершила. А Аня к этому моменту, в общем, почти ни в чём ей не уступала. И, кстати, вот появились те же самые удары, вот выходящий слева, который, конечно же, одинаково приём. Да, это блестящий через коридор по линии, который, в общем-то, опять же, Аня любит делать. Любила. И любила. Я, с сожалению, не играю. Ну, она иногда выступает сейчас на соревнованиях, но очень редко. Мы её не встречали. Но показательный, да? Очень ветрено, видимо. Вот потому что вот заметно, что ветер прямо уносит мячи. Вот сейчас даже при подбросе Мартина не могла поймать мяч наверху. Вот у Мартина... 30 раз волновалась Мартина, потому что очень она привыкла, что она самая маленькая, и она всех обыгрывает. Да. А тут малышка ещё моложе, чем она, и бросила ей вызов. И тут Мартина, конечно, задёргалась. Блестящая подача. Экран. Иду по месту, потому что сказать вам, что у Мартина Хингис в этот момент была сильная подача, мы не можем. Но то, что она очень здорово планировала... И до сих пор умеет это делать. Потому что до сих пор мы не можем сказать, что у неё сильная подача. Нет, хотя она работала над этим очень много и пыталась изменять. И даже сейчас, в этом году, я видела, что она уже изменила рисунок подачи. Но всё-таки действительно там мощь, которая нужна игроку высокого класса десятки мира, конечно же, у неё не присуще. Ей не присуще. Как использует замечательный. Ветер хорошо сейчас использовала. Она прям по ветру послала так, что Мартина не успела среагировать. Конечно, когда Аня играет в корте, она вот играла в корте, конечно, мы уже говорили о том, что скорость её и передвижения, и разгона ракетки намного лучше, намного выше, чем у Хингис. Хингис сейчас на паузе пытается играть. Как жалко. Аню-то. Ну, как хорошо они играли. В общем, они показали всё в зачатке. То, чем могут радовать теннисистки, которые способны на корте мыслить. Потому что мы в последнее время очень часто сталкиваемся с высокого уровня теннисом, но теннисом-роботом. Да. С игрой автоматов. А вот это как раз встречаются те, кто никогда бы не должны были стать автоматом. Ну, и Хингис, в общем, этим автоматом и не стала. А Курникова, к сожалению, раскрылась особенно ярко только до 16. А потом как-то остановилась. Да, травма немножко, её беспокоили. Но главное, не было уверенности. Посмотрите, Курникова выходит вперед 4-3. Четыре гема подряд выигрывала Аня. Ну, знаете, как недовольна Мартина. Она уже в тот период времени, как ты правильно сказала, что она действительно уже звезда, но она звезда теннисной. И звезда, как сказать, уже с титулами в этот момент, конечно же, она не хотела. 3-0. Она прекрасно понимала, что нужно было развивать своё преимущество в этом сете для того, чтобы его выиграть. И она упускает инициативу, отдаёт её Ане. Вот интересно, очень ещё раз, очень интересно, как Аня будет себя вести именно в этот момент. Потому что, конечно, сидя на трибуне в этот момент, я там была, естественно, казалось, что она сломала Мартину. Казалось, что вот она должна сейчас проявить, ну, просто невероятный какой-то теннис, показать невероятный теннис и выиграть этот сет. Потому что, в общем-то, они же девочки. Ну, посмотрим. Я наблюдаю за фотографами, которые наблюдают за этим матчем и понимаю, как много времени прошло. Потому что всё-таки и Хингис, и Аня, они ещё очень молоды. И хотя они здесь ещё не девушка даже, а просто ребёнок, грудной ребёнок такой, всё равно они почти не изменились всё-таки. А вот все те постарели на 12 лет, и это уже сейчас небо и земля. Вот посмотрите, как сыграла на паузе. Аня допустила первую ошибку, она сразу же не подала первую подачу. И Мартина взяла себя в руки. И вот чем, конечно, она характерна, тем, что она может такой момент играть на паузе. Это же очень высокое качество для теннисиста того, который стремится быть первым. Эта особенность, конечно, это одна из сторон дарования. Аня начала теряться немножко. Очень захотелось бы видеть. Да, очень захотелось. До этого она просто хотела показать, что она тоже может, что она не лыком шитая. И если она показывала, у неё очень красивые были комбинации, блестяще двигалась, хорошо разводила Хингис. Ну, сейчас заволновалась. Ну, это логично. В детстве вообще проходит через эти волнения в течение матча много раз. Сейчас уже играет коротко, правда, разводит. Да, ну, по-прежнему очень умный. Ну, блестяще сыграла. Действительно интуитивно, вот этот удар справа слегка, интуитивно она же выполнила очень правильно. Она и технически его выполнила хорошо, но самое главное, что место нашла правильное. Она в этом возрасте сумела укоротить. У нас вот сейчас, если взять теннисисток экстра-класса, единицы, наверное, умеют укоротить слёты, да? Да, но это один из самых сложных ударов, и над ним нужно работать. Вот опять грубая ошибка слева, потому что слева же коронный удар. Она не должна была мазать, тем более такой счёт. над 40, она запустила мяч, и она, как-то, чуть медленнее, чем надо стала действовать. Это как раз следствие ошибок. Очень много ошибок. Следствие волны. Да, много ошибок, и она как бы подарила первое очко, которое так чётко взяла Мартина Хингис, как бы так, ну, сделала своё дело и дала инициативу в руки Мартины в этом гейме. Мартина в корте. И уже полностью как бы принадлежит ей. Она знала, она как бы его закрыла полностью, и она могла исцегать в любое место. Это самое неприятное, когда ты играешь с игроком, который может всё и попасть мяч в любую точку. Он находит то место, и с которым ему удобно. И Мартин это есть. Это было. Уже где-то. Опять блестяще сыграла по восходящему. На паузе второй мяч, и Аня, такая быстрая девочка, оказалась в таком неудобном для себя положении. Но нужно ещё отдать должное, так сказать, обстоятельство. Мартина играет сейчас по ветру. Немножко полегче, потому что мяч у неё летит хорошо. А Аня, видите, расстанавливает вот эти её укороченные. Вот сейчас ошибка. Конечно, если бы она была поопытнее, она же понимала. А Лариса Дмитрина там сидит, вот мы видим в кепочке и в голубой ваночке. Это её тренер, Лариса Дмитрина Преображенская, которая рассказывала об Ане Курниковой у нас на нашем канале. Именно в таком тоне, как может рассказывать очень близкий человек, который знает Курникову совсем с другой стороны. Потому что весь теннисный мир, они говорят, как о какой-то там, как о Николь Кидман. Как о постороннем человеке, ничего не зная о её человеческих качествах, о том, что двигало её в теннисе, что помогало ей заявить о себе на таком вот даже детском уровне, который, в общем-то, если уже ты достиг чего-то, там уже, в общем, осмысленно можно действовать. А вот выбиться из ничего, тут нужно быть личностью. Но дело в том, что вообще, вот уже в этот период времени, Аня взяла на себя очень серьёзную нагрузку, потому что она практически была первой теннисисткой, которая после уже перестройки, как бы смогла выйти вот из такой сложной ситуации, первую ехала в Америку, и она как бы послужила тем примером для сегодняшнего поколения наших теннисисток, и, собственно, её подруг по Спартаку, который сейчас играет на международной арене и очень успешно, даже выиграет тронеру Большого Шлема, она как бы на себя взяла нагрузку, и это трудно сделать. Это было трудно сделать, вот завоевать мир, пусть через рекламу, но всё-таки совершенно вероятно. Это сделала немножко не она, это сделали те люди, которые, во-первых, наверное, отправили её, потому что она же ведь в те времена, будем смотреть на жизнь своими такими презвыми глазами, ни у кого не было никаких денег. Там должны были быть спонсорские деньги, тех людей, которые в неё поверили, которые на ней сделали себе ещё большую рекламу. Во всяком случае, конечно же, она, потому что я ещё раз повторюсь, то, что Аня стала первой теннисисткой, которая как бы стала такой, ну, секс-символ в теннисе, да, и тот, который как бы, теннисистка, которая с помощью рекламы стала зарабатывать больше, чем, допустим, на теннисном корте. И сейчас уже примеров в теннисе множество. И будь сестра, сестра Ивинг, будь наша Шарапова, ну и, в принципе, все остальные. Поэтому, конечно же, эта нагрузка, к ней тоже нужно было быть готовой. Потому что она... Ну, я думаю, что вот в этот момент она ещё не понимала. Она-то не понимала, но во всяком случае, у неё были способности, которые давали возможность это делать. Ну, вот, ну, я не хочу, наверное, будучи уже в таком возрасте, что мне нельзя заподозрить в каких-то грязных помыслах, но я именно в том вот красивом понимании Набоковская лолита, вот, это, наверное, как раз тот тип Курникова, который соответствует этому образу, да? И он сейчас наблюдаем... И он был новый для тенниса. Да, он был новый, потому что, с одной стороны, она уже девушка, чувствующая себе цену, может быть, даже как будущая женщина, и в то же время абсолютно ребёнок. Да. С этими пухлыми губками, с этим немножечко опущенными плечиками, такими ещё совсем детскими. Во всяком случае, вот у Мартины чувствуется, конечно, как бы сказать... Взрослость. Взрослость. А у Ани чувствуется задор и невероятный темперамент, который вот уже сейчас, ну, видно его, и он интереснее. Мне казалось, что он намного интереснее, чем у Мартины. Мартина просто, конечно, мысль на корте. Но вот всё то, что было с Аней связано, было всегда интересно. Сейчас очень важный момент у меня. Как хорошо Мартина владеет кортом. Всё-таки Мартина первый сет выиграла. Повела Аня 4-3, а затем 3 гейма подряд. Немножко растерялась Аня и сразу же почувствовала себя уверенно на площадке. И обрела хладнокровие Хингис, и Мартина стала хозяйкой положения. Но это только начало. Да, но ты знаешь, мне кажется, что вот именно я, естественно, рассуждаю, вновь смотря этот матч, с точки зрения тренера. Вот в данный момент, конечно, было видно, как должна шлифовать свою игру Аня Курникова. Потому что ясно, что она играет с конкурентом, который будет всегда на корте против неё в самых больших матчах. Им нужно было, естественно, где-то присмотреться, и уже сейчас, как бы вот с этого момента, начинать готовить её к этим матчам. А вот уже мы теперь можем сказать, как бы, ну, шагнув назад, что этого не случилось. Ну, ты знаешь что, мне даже кажется, что вот после этого ещё случилось. Потому что мы уже видели её матчи в Умблдоне, где она ещё играла как ребёнок, потому что она феноменально рисковала. Но мы видели, что у неё развивались те качества, которыми она должна и может превосходить Хингис. У неё была скорость, у неё был риск, у неё была острая, мощная игра. То, чего как раз не хватало Мартини. И при этом она хорошо читала игру Хингис. Но Хингис совершенствовал свой компьютер, так как будто она переходила не из года в год, а из поколения в поколение. Настолько она идеально просчитывала все варианты, и настолько её уверенная игра помогала ей приобретать дополнительную уверенность, что она всё время сохраняла эту дистанцию между собой и Аней, которая шла следом. Ну, а вот потом, потом наступил бой. Я думаю, что вот после Умблдона, после полуфинала Умблдонского турнира Курникова, так и не вернулась к своему звёздному мгновению, в которое, казалось, она вот-вот-вот попадёт. Ну, во всяком случае, у неё, конечно, начались невероятные травмы, потому что я очень хочу помнить, что после Умблдона уже на открытом печати США у неё была первая травма ноги. Потом был палец, когда она выигрывала уже, Стефи Граф в изборне, тоже следующий год у неё был, Умблдон был Доном. И эти травмы, конечно, они её тоже подкосили, вместо того, чтобы как бы идти в ногу, или даже опережать Хингис, потому что это нужно было делать, она как бы шла за ней, потому что ей нужно было каждый раз восстанавливаться, а не только идти вперёд в теннисе. Как здорово, они разыгрывают подолгу на траве. И Аня переигрывает их. Вот ты говоришь, да, но ведь именно вот в этот момент наступила самая опасная. До вот, вот когда мы наблюдаем эту встречу, у Ани была, может быть, психологически, в голове была одна соперница, Мартина Хингис. То есть она считала себя избранной. И это очень хорошо, это очень важно, что она себя так считала. А вот после того, как у неё пошли травмы, она вдруг стала всерьёз воспринимать соперницами тех, на кого она не обращала внимания. Уже не Хингис, уже не Граф, уже не там, не Саботиния, не Саботиния, может, уже ушла, но не самые звёздные теннисистки, а середники уже казались ей непреодолимыми. Она стала проигрывать тем, кого она должна была обыгрывать классом. посмотреть матч. Она же знала каждого игрока и знала каждую сторону. Мне было бы интересно с ней всегда беседовать, потому что она действительно знала, что там все результаты, все результаты, причём и женские, и женские, и мужские, и детские, естественно. Она прекрасно понимала, у кого там справа, у кого слева, и ей было интересно играть. И мы сейчас видим, в этом матче действительно были тактические вещи. Затемь, есть, мы и наблюдаем. Потом вот эта вот тонкость, которыми она, допустим, выполнила несколько укороченных, она тоже присутствовала, потому что она могла и коротким кроссом обвести невероятным, или, допустим, сыграть техника вдоль сетки, всё это присуще. Вот, допустим, как сейчас играла Хингвист, у Курлика это тоже было. Но потом вдруг всё это исчезло. Всё это исчезло, и поэтому, мне кажется, лёгкий надрыв произошёл внутри, внутренний, потому что не было подтверждения. Но на июньское, да? На июньское. Близнец. Два человека в одном. Да. Два человека в одном. Ну, я вообще-то не сторонник этих гороскопов. Но вот в этот момент, когда мы стали рассуждать на эту тему, я подумала, что, наверное, тут всё-таки это срабочено. Потому что она и в жизни стала такой. Она, вот Лариса Дмитриевна, знает её одной, совершенно одной. Внимательный, даже в некоторых случаях, там, ласковый, желающий общаться, а ты, спортивный мир, и даже вообще просто мир, знает её гонор, её желание от всего отрешиться, спрятаться у этих тень. Причём это так афишируется даже, это искусственно подчёркивается. То есть, как бы, две крайности, две противоположности. И на корте тоже самое. Да, блестяще слева, блестяще слева, и, как мы уже говорим, открытый корт, она пустая площадка, и она ошибается просто справа. Это даже не технический брак, это действительно вот это состояние души. Да, но это ещё и может быть щенячек класс. Да, тоже всё может быть. Но, во всяком случае, вот, ну, видно очень многие вещи, которые очень хороши, и, конечно же, те, которые, в общем-то, не позволили Ане выйти туда, куда мы, конечно, хотели, чтобы она дошла. Ну, пока я вот, как раз вот этих нюансов, которые мы говорили о том, что она не сможет, пока не вижу в её игре. Ну, да, она, может быть, даже и уступает Мартине. Ну, да, но она должна ей уступать. Она её помоложе. Да, я знаю, но, где мы, конечно, ненамного помоложе, но в то же время, я вот сейчас вижу, да, но я вижу то, что Хингис, даже когда проигрывает, она владеет инициативой, она держит контроль. Вот этот маленький ребёнок, она же тоже молода, она чувствует полностью контроль, и Ане надо делать какую-то сверхъестественную усилию для того, чтобы выйти из этой рутины, в которую её втянуло Хингис, она ведь втянула её туда, потому что Хингис не хочет играть на больших скоростях, и она это показывает. Но, между прочим, Аня тоже этим отличалась, когда была маленькая, что она из безнадёжных ситуаций умела выползать своим путём, не тем путём, которым идёт Мартина, когда она переводит всех теннисистов именно в свою игру, в свои розыгрыши, она вязывая совсем свой теннис, быстрый, резкий, импульсивный, и она на каком-то раннем этапе этим качеством обладала, а потом потеряла. Мне кажется, что самое страшное, что она потеряла на теннис, и из-за того, что она приобрела такую бешеную популярность и уверенность, на корте она почему-то именно потеряла уверенность. Да, хотя она всё-всё-всёх, ну, когда, допустим, не удавалось с ней поговорить, она каждый раз говорила, что мой интерес к теннису, мой интерес, ко мне интерес только из-за того, что я что-то представляю, я представляю что-то в теннисе. Она, в принципе, прекрасно это всё понимала, и мне кажется, она страдала от того, что она не выигрывала вот этих матчей. Ну, и не складывалась, да. И потом, конечно же, пресса... Канадер мне очень-то, да. Пресса давила невероятно, потому что, конечно, сейчас так вот уже усуждают, после того, как всё произошло, полуфиналом был Долгоголского турнира для кого-то это карьера, правильно? А она и выигрывала турнир Большого Шлема и в паре, допустим, она с Хингис выигрывала. У неё было много... Да, она не выиграла ни одного турнира Большого, но у неё были изумительные матчи. И действительно, она прекрасная, это не детская. А вот этот штамп, который у неё есть, он до сих пор на ней, да? Потому что она могла стать почти как Хингис, и не стала. Ну, вот, например, Моризмо уже выиграл турнир Большого Шлема, а по дарованию нам всегда казалось, что она и заметно уступала. Конечно. И потом, я, например, считала в своё время, то я думаю, что мы опять же с тобой говорили не в одном репортале, что вот эта скорость... Вот сейчас, как она это сделала. Да, по-восходящему, когда она играет, и когда вот то передвижение по корту, которое у неё есть, она прожала... Была в тот период времени, когда сёстры Уильямс вышли на корт, и когда они действительно были самыми главными... Самыми выстроенными... Она могла в скорости мне успокоить. Да, да. Вот как она сейчас сыграла. Причём она, так же, как и Хингис прочувствовала, когда она в горе идти. Да. И пошла на опережение. И очень красиво ведь сыграла. Конечно же, когда наблюдают за этим матчем, естественно, любой тренер, который посмотрит этот матч, ещё раз вспомнит себя, потому что мы все как бы себя проверяли, правильно ли мы поставили на этих игроков. Ну, действительно, все годы любви в супер-супер-монисистрах. Кем они, собственно, оказались? Курникова ведёт 2-1 во втором сете. Ну да, ну, мы-то уже знаем, что поставили все вы, тренеры, правильно. Лариса Дмитриевна прожила, в общем, жизнь, наверное, особенно яркую страницу своей жизни, именно с Аней. Хотя, может быть, она где-то в душе огорчается, что до вот тех вершин, которым она могла бы её привести, и не удалось её привести, я думаю, что в этом виноваты, опять же, какие-то обстоятельства. вот обстоятельства, в которые поставили Аню и её семью агенты. Да, они, в общем-то, отрабатывали максимальное количество денег. Они работали по своим, они работали по своим схемам, да, и, 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 вовсе, семье нравилось эта позиция. Ну, и семья просто была к этому не готова. А, просто была не готова. Потому что кто там из нашей жизни придя туда что-нибудь мог сделать в этот момент. При том, что это же 90-е годы, начало 90-х годов, когда в России практически ничего не было, но с 4-го только-только появились какие-то зачатки какой-то человеческой жизни. Вот, а они уже вдруг оказались в центре внимания всей мировой общественности, не только даже теннисной. Конечно, тут разобраться очень сложно. Да, конечно, потому что, действительно, опять же, просто под фактом, сейчас, когда идет русская девочка с косой, то обязательно говорит, что это Аня Корникова. Да. Значит, сейчас уже стал Маша Шарапова. Это был буквально Маша Рапова все время говорит, что она не хочет стать второй Корниковой. Она все время кричит. Да, я знаю, но во всяком случае действительно это коса. Кто бы ни шел, блондинка и вот эта длинная коса, обязательно Аня Корникова, который открыл эту страницу русских красавиц на трех рекордах. В Австралии я наблюдала, когда вышли маленькие девочки играть, они все с косами заняты. Да, она же первая. Я, кстати, очень хорошо помню всем гламени. Ну, зачем тебе такая длинная коса? А ведь неудобно играть. Но я была не права, потому что, конечно, вот этот вот рекламный момент у меня не присаживала. Я тоже об этом не думала, но интуитивно чувствовала себя в России. Так, дыхание сбило чуть-чуть, там. Кстати, Хинкес здесь тоже волнуется. Она, конечно же, предполагает... Сейчас уже, наверное, немножко успокоилась, нет? Нет, да ты знаешь, мне кажется, вот потом уже мы же знаем, что случилось в следующем их матче. Дело в том, что Хинкес, конечно, волновалась. Она хотела для себя доказать, что она сильнейшая, вот именно так, как все остальные думали в теннисе. А вот сейчас она очень здорово сыграла почти в своем современном стиле. Так и полдень. Вот ничто не изменилось, вот обратите внимание. Это ее коронный удар, косой короткий кросс, такой глубокий. И вот этот прием тоже, это то, что у нее уже тогда в 14 лет было, да? Может быть, она до совершенства не довела эти тактические комбинации, и она их где-то по дороге обрывала. Но еще не хватало и внимания, и той уверенности, ну и вообще взрослости, да? Ну, в общем, Хингис уже сейчас это слепок, той Хингис, которому сегодня мы будем. Ага, на самом деле. Ну, что, собственно, и Аня тот же самый слепок с теми же самыми сложностями в игре. С теми же самыми ошибками. Мне кажется, все-таки вот через два года Аня стала более жесткой, более резкой, более мощной. Здесь она просто, у нее сейчас только какие-то, какие-то зачатки вот тех вот вариантов игры, которые мы потом увидели. Ну, ты же, конечно, еще здесь очень маленького роста, по-моему, Семена, потом она уже стала так... Она же стала выше гораздо сильнее. 175, да. А сейчас она еще, наверное, метр 58. Ну, я больше, да. Во всяком Сочи действительно всегда поражало, что у нее была огромнейшая нога, которая всегда... Ну, все говорят, что вот она вырасти. Действительно, у нее размер обуви был уже, не знаю, в детском возрасте, невероятный. А она была такая худенькая. Ведь Хингис метр шестьдесят семь, да? метр шестьдесят. метр шестьдесят, мне кажется, она... Может быть, 68-70, да. Ну, хорошо. А Аня здесь... Ну, значит, выше Хингис, чем метр шестьдесят семь, в этот момент быть не могло. Скорее всего, было метр шестьдесят четыре. А Аня, по-моему, в плечах. Да, а потом она стала метр семьдесят пять. То есть она почти на вдвое выросла. на две головы. О, как хорошо. Да. По-восходящему. По-восходящему. За собой. За собой, да, опоздал. Очень большой замок сделал, да. Вот мой замок. Ну, отдашу. Ну, от души. Ну, вот. Как раз та ошибка, который совершил Хингис сейчас, ну, это, во-первых, и возраст, и ветер, и довольно-таки острый удар справа был. Ну, вот уже сейчас мы видим то, чего Хингис не хватало и не хватает до сих пор. У неё всё-таки нет вот этого вот импульса, этой резкости. Да, да. Резкости взрыва. Взрыва не хватает. Она слишком инертна. Она слишком в шахматы играет. Не играет, нет такого задора супер. Она, конечно, может завестись, и у неё есть огонь. Но дело в том, что азарт у неё есть, естественно, мы знаем, что у неё есть темперамент, потому что матчи, которые она проводила на Ролангаросе, тот матч, который она провела с Хингисом, который, в общем-то, её тоже сломил. С графа, извини. Да. И эти матчи, конечно, вели о том, что у неё невероятный темперамент, но она его держит как-то. Вот она умеет себя держать в рамках именно вот сейчас, в такой маленькой, возрасте. потому что, в принципе, она, несмотря на то, что по теннисным меркам, она прошла, конечно, звёздную жизнь, причём очень раннюю звёздную жизнь. Она вошла в историю как самая юная победительница турниров Большого шлема и на Австралии на Open, и затем в Умблдоне. А в её будничном исполнении жизнь была совсем не звёздной. У неё были такие взрывные порывы. Действительно, она срывалась, как будто бы вот, ну и даже в Умблдоне, когда она открыла первый круг, вдруг она куда-то уехала отдыхать, и всё это было действительно так. Но я очень хорошо помню, я думаю, что, ну, может быть, сейчас, это был секрет, то, что Хингис всегда хотел того в своей жизни, и вот именно в личной рекламе, то, что было у Ани. Да, ну, это всегда хочет то, чего у тебя нет. Я думаю, что... Кстати, вот сейчас Хингис подготовилась к выходу на корт, она продумала всё, она решила свои ошибки, те, которые были ей присущи, избежать. Вот у неё всё продумано, во-первых, её внешний вид, её абсолютно сухие мышцы, каждая мышца отработана. Во-вторых, у неё идеально подобран туалет. Прекрасная прическа, у неё прекрасная... Всё продумано, ничего не мешает. Она всю жизнь искала эту прическу. Если Аня уже в 13 лет, а для женщины это и не значит, уже в 13 лет она уже нашла свой стиль, да? Да, да. Она просто будет расти, совершенствоваться и с пухленькой девочке превратится в очаровательную молодую женщину, но всё уже при ней. То Хингис всегда будет блуждать. Вот она сейчас ещё пока не знает, что надеть. У неё пока вот это вот там эта вот маечка рубашечка, юбочка, да, она меняет всё время прически. Нужна чёлка, не нужна чёлка. И как она будет идти по этой жизни со своими чёлками, да? Да, у неё разные, да. А то Аня уже вот в этом направлении как раз она уже сложилась. Ну, давайте посмотрим, как они тут играют. У них равная игра сейчас на такой напряжённый момент. Ну, изумительно, конечно, играет и та, и другая, но блестяще находит пустое место на аккорте Хингис. Ну, здесь, наверное, Аня проявила некоторую ещё пока такую непрозорливость, потому что просто не хватило опыта. Она не смогла понять, что Хингис туда вернётся, надо было поострее играть. Мне кажется, он тоже Елеев доставал, но во всяком случае видно, что она где-то рядом, где-то рядом. И вот у Хингис, конечно, что ещё раз, меня поражает и восхищает. Вот даже вот такой ситуации, когда Аня как бы играла за неё, она где-то выдернулась и на паузе сыграла вот этот короткий кросс. Вот сейчас оставила она ошибиться. 4-2 Павелла Хингис. 4-2 Павелла Хингис. Она оставила не ошибиться при выполнении смеша, потому что уже сейчас, вот уже в эти 14, она уже может вкручёную свечку. Хорошо просто. Да, да. Нет, я думаю, что вот те мальчики, которые как бы в первые матчи Хингис, когда она играла с игроками суперкласса, но с такими, как, допустим, Пирс, который невероятно сильно били и, конечно же, невероятно атаковали Мартина, которая феноменально использовала скорость, которая феноменально использовала позицию на корте, она, конечно, является и будет, наверное, на долгий период времени вот таким как бы символом такой красивой и правильной теннисной игры. Вот. Мартина сейчас отдыхает, у нее впереди еще несколько турниров, но она, в общем, вот этот вот марш-бросок по разным турнирам совершила и, в общем, почти определила свое место в современном теннисе. Она показала, что она претендует на место в десятке во всяком случае, а может быть даже имеет право претендовать и на место, ну, если не в финале, то в полуфинале. Знаешь, я думаю, что я с тобой полностью соглашусь, потому что я считаю, что она как бы сейчас, во-первых, дорожит своим состоянием, во-вторых, она поняла, что вот этот сумасшедший темп, который был у сестер Уильямс, он исчез, он есть, допустим, но есть другой совершенно конец, а где есть возможность немножечко подумать и немножечко разболтать, у Хингис всегда есть шанс. А мне кажется, для нее очень важно, чтобы был шанс, потому что против Уильямс у нее шансов не было, это было, это надрывало ее душу. Да, и даже вот тогда, когда она выдержала с сестрами Уильямс, я очень хорошо, что-то помню, двух сестер, она вымучила, да, в Австралии, сумела обыграть, там она наткнулась на коприятие, которое тоже, по-моему, было на серьезной программе и поддерживали. Во всяком случае, было видно, что действительно, что-то такое случилось и было ее жалко, потому что она... Ну вот 5-2 ведет Хингис, выиграла первый сет, 6-4, и сейчас ведет 5-2 Мартино, то есть у нее сейчас большое преимущество. И Аня, в общем, как будто бы доигрывает встречу и растеряна, расстроена и не знает, что делать. Ну, посмотрим, как дальше. В принципе, ведь мы знаем, что вот когда, Курникова провела свой самый знаменитый Умблдон, когда она оказалась в полуфинале, она прежде, чем дошла до полуфинального поединка с той же Мартиной Хингис, она обыграла теннисисток, так будем говорить, средней руки, но которые тогда еще были выше ее рейтинга, были более опытными. И с каждой из них она вначале проигрывала. А потом она в безнадежных ситуациях продолжала бороться. Вот у нее этот ее бойцовский петушиный дух он был всегда характерен. У нее, я думаю, что вот уже и в детских соревнованиях он был доложен. Она всегда боролась до конца. Она любила играть как бы на скорости, но в то же время она всегда боролась до самого последнего матча. Я думаю, что вот эти самые сложные ее матчи в Австралии, когда она делала огромное количество двойных, и ей было очень неудобно из-за себя и за позицию. Она все-таки боролась, выходила на бой и вновь не чувствовая игры выигрывала матча. А мы сейчас Мартина уже видели пижонку. Она почувствовала себя хозяйкой положения, стала играть с ней как будто с девочкой. в теннисе пытаются таким образом унизить своего соперника. Конечно, конечно. Это неудивительно, потому что Мартина по классу выше. К этому моменту она уже победительница турнира на кортах Ролангоров среди девушек. Она бесспорная звезда. Она номер один среди сверстниц. Это Курникова еще начала стучаться в эту же дверь, которую уже Мартина открыла. И Мартина хочет ей показать, что пока еще рано. Аня продолжает биться и биться в эту дверь. Как только она входила, сколько, в скольких репортажах мы говорили с тобой, вот как только Аня входит в корт, как только она успевает как бы войти и разогнать эту ракетку, то соперников у нее нет на корте. Да, вот это у нее было чутье она по-восходящему всегда играла, а потом перестала. Вот это и было первым шагом к тому, что стало ясно, что она уже все-таки не добьется того, чего надо, потому что у нее появился страх, появился испуг, и она перестала идти на мяч. Это было в Москве заметно. в Москве я думаю, что все теннисисты плохо играют, особенно наши, потому что это очень хочется сказать, что шараповы что было, это же невероятно совершенно. Но она несколько раз была в Москве, она приезжала на Кубок Кремля, она приезжала на Кубок Федерации, в каждом матче, собственно говоря, это были последние матчи, которые она вообще когда-то не была, провела. Вот сейчас выиграла Курникова, потому что она увидела, что нахально Хингис играет с ней как с ребенком и в ней сыграл такой ее настоящий задор, который заставил ее опять же биться за каждое очко. Причем не вытаскивать, не вымаливать очки, а своими руками их добывать. Еще стал 5-3, гейм выигрывая. У нее были когда она допустим боролась, да, у нее даже были свечки неоднократно видела на качал, это в общем-то каждый должен пройти через это, но все-таки она хороша, когда она играет на скорости по восходящему именно этим, вот ее скорость на корте и передвижением на корте она конечно ошеломляла и восхищала вот это она приняла кстати вот она все видели ее лучший матч вомблдоне она ведь этим самым и поражал всех своих соперниц она именно так же и принимала только еще острее потому что игра была в другом темпе ну конечно все говорят о том что Маша не похожа на Аня Курникова но Аня кричит и почти так же как Маши всегда рассказывает что когда она приехала ни кабалетери первый раз это первое что она привнесла на корт это крик конечно она еще не могла показать ничего другого но здесь она уже была в порядке это дело что как бы это такая тенденция играть на выдохе и вот именно когда играется на выдохе правильно действительно так и нужно делать это вообще американская немножко школа потому что мы помним что даже в наши времена приезжали некоторые американки которые тоже играли на отдыхе со стороны чуть позже это было балансе такая согласия который действительно тоже это дело многие но все все-таки не будет перед вывел на высшем теле мужчина ты не кричат не хранить я гоня не реча не отдать наверное достаточно ускорение достаточно вращения женщины а может не просто эмоционально здорово сейчас играла мартина она еще 30 40 в противоход изумительно из центра города сыграл мартина изумительно а вот видите опять заволновался подачка у нее не получилась и Аня с второго мяча должна уже атаковать маловато скорости было идется бегать и бегает ровно отыграла мартина сейчас они по-детски еще разыграла комбинацию обидно потому что вторая подача была даже сейчас не использовала столько вариантов кстати ей было удобно и уходящим справа собирать и конечно появить ее использовать ее любимый слева не получилась как солидно мартина играет солидно в порте мощно арбонит литинг да во всяком случае с 3 4 6 3 хингис выигрывает у Ани Ани поборолся даже последний момент на матчболе обратила внимание судьи в свои 14 лет только исполнив что была ошибка то есть она чувствует себя на корте хозяйкой я довольна что мы посмотрели эту игру она мне показалась очень любопытной и интересной я благодарю Ольгу Морозову которая пришла вместе со мной посмотреть этот матч с вами были Ольга Морозова и Анна Дмитриева и всего доброго такие встречи мы еще найдем в видеоархивах до свидания